Добрый день. Хочу предложить вам еще один небольшой блок занятий, который должен подготовить вас к региональному этапу Всероссийской Олимпиады школьников. Этот блок будет посвящен такой очень важной отрасли исторического знания, как историография и истории российской исторической науки. В этом блоке мы с вами поговорим, во-первых, о том, как формировалась историческая наука в истории российского же государства. Это будет информация достаточно краткая и лаконичная с характеристикой и названием этапов в истории формирования и складывания исторической науки. И в том числе в тематику этих занятий будет ходить информация по ключевым концепциям и персоналям среди российских ученых-историков, которые занимались и внесли определенный вклад в изучение тех или иных тем, сюжетов российской истории. Помимо того, что здесь будет в этом разговоре информация дана об истории исторической науки как таковой, можно рассматривать эту тему как часть истории культуры и как часть истории общественной мысли. В том числе основная цель, ради которой затеяны эти два занятия, это сориентировать вас по темам и выводам, которые делали российские историки по тем или иным сюжетам исторического прошлого. То есть эту информацию можно будет и нужно будет использовать при работе над историческим эссе. Елена Дмитриевна Рискина неоднократно говорила, что раздел, связанный с изложением других точек зрения, разных точек зрения, он достаточно высоко оценивается в баллах и оказывает общее благоприятное воздействие на проверяющих. И создает впечатление и представление о глубине вашей эрудиции, исторической подготовке и соответственно дает возможность поставить проверяющему дополнительные баллы. Если вы такую демонстрируете, работая над эссе, помимо этого, здесь в этой части эссе, которая посвящена изложению других точек зрения, очень важное значение имеет упоминание фамилий исследователей, еще лучше, если фамилия и название произведения, соответствующего о том, где эта информация, эта концепция или это заключение по тому или иному историческому периоду или тому или иному историческому деятелю изложено. Вот, собственно, об этом мы и попробуем с вами поговорить, как минимум на протяжении двух занятий, которые будут посвящены, еще раз повторюсь, и эта тема разговора именно этого занятия, общей периодизации всей исторической науки. Уже сегодня я вам отдельных персоналей назову по разным периодам и вторая часть занятий будет содержательно иметь отсылку как раз конкретным персоналям, то есть историкам и их работам, в которых определенные сюжеты рассматривались, для того, чтобы у вас сформировалось представление и о персонале, и о том, чем они занимались и каким выводом пришли. Пожалуйста, эту информацию используйте как базовую историческую, она, возможно, поможет вам при решении заданий и, соответственно, тур, на котором предлагается решать задание. И, возможно, она вам поможет при написании исторического эссе. И, может быть, вам чуть проще будет справиться с этим разделом, где излагается другая или другие точки зрения. Не забывайте об этом. Итак, еще о чем хочу вас предупредить, что в начале разговора я не буду вам ничего демонстрировать, просто буду говорить впоследствии. Я буду включать презентацию, которую, возможно, не всегда буду комментировать, но информация, которая будет на слайдах, пожалуйста, обращайте на нее внимание, знакомьтесь с ней отдельно. Конечно, возможно, информация на слайдах будет не менее важной, чем та, которую я буду вам озвучивать устно. Так что в данном случае занятие будет стоять как бы из двух составляющих. Это то, что я буду говорить и то, что вы будете видеть на экране тогда, когда я буду запускать презентацию. Ну, а теперь начнем наш с вами разговор. И первое, собственно, о чем я обещала поговорить с вами в первую очередь, это периодизация истории исторической науки. Еще раз напомню, что историей исторической науки занимается такая дисциплина, как историография, которая тоже как бы состоит из двух важных составляющих, из двух областей предметных. Первая область – это, собственно, история исторической науки. И вторая часть историографии, и второй комплекс сюжетов, которыми историография занимается, это изучение тематики, концепции, взглядов историков. Те, которые в тот или иной период, ну, так сказать, трудились на благо исторической науки, занимались историческими исследованиями. Говорить о том, что в России сформировалась и действовала историческая наука, мы с вами можем только применительно к XVIII веку. То есть время формирования российской исторической науки – это XVIII век. Но это вовсе не означает, что до этого периода времени исторического знания и исторических исследований не было, были. Поэтому наша с вами периодизация начинается даже не с письменных, а до письменного периода времени. И первый период, который в истории исторической науки выделяется, это период с древнейших времен до конца XVII века. Это период самый большой с точки зрения хронологии, он самый продолжительный. Этот период и этот период мы можем с вами назвать периодом накопления исторических знаний. События, которые в этот период происходили, и то, как эти события запоминались, записывались и передавались по следующему поколению, то есть то, как они накапливались, тоже можно разделить на два подэтапа. Это дописьменный период и, собственно, письменный период. Отдельно некоторые исследователи определяют еще XVII век, считая, что он особенный, что, собственно, историческое знание уже стало приобретать черты исторического исследования, поэтому этот большой хронологической точки зрения период с древнейших времен до конца XVII века можно подразделить на три подэтапа. Первый – дописьменный, второй – письменный, который считается с конца X века, и третий период отдельно – это XVII век. Весь этот хронологический период шел процесс накопления исторических знаний. Историческая наука еще не оформилась, но накопление исторических знаний шло весьма активно и успешно. Об этом мы с вами чуть ниже поговорим. Второй период в истории исторической науки – это век XVIII. Мы уже с вами сказали, что именно XVIII век считается временем, когда историческое знание, можно считать, превратилось в историческую науку. В этот период времени происходит организационное оформление исторической науки, появились учреждения, которые, собственно, занимались историей, историческими исследованиями. Речь идет о создании Академии наук и об открытии Московского университета. Все это событие XVIII века, и это поспособствовало тому, что историческая наука приобрела организационные формы. И появились учреждения, которые можно считать центрами исторической науки. Для первой половины века XVIII – это большей частью Академия наук. Для второй половины XVIII века – это Московский университет. Итак, XVIII век – второй период в истории исторической науки, период, когда историческое знание превращается в историческую науку. В этот период времени можно назвать уже достаточно большое число исследователей, тех, которые занимались историческим исследованием, и те, которые составляли исторические труды. К этому периоду времени относят деятельность профессиональную историков российских и историков зарубежных. Я думаю, не открою вам нового знания, если скажу, что в Российскую Академию наук, после того, как она была открыта, были приглашены немецкие ученые. Среди приглашенных немецких ученых в том числе были историки. Эти немецкие историки несли существенный вклад в развитие российской исторической науки. Речь идет, в первую очередь, о таких историках немецкого происхождения, как Байер, Миллер и Шлёцер. Я назвала их хронологической последовательностью. Именно в таком порядке они приехали на территорию российского государства и занимались изучением, в первую очередь, российской истории. Они сформировали и вели в научный оборот достаточно определенный, разнообразный, широкий круг исторических источников. Они в том числе принимали участие в организационном оформлении исторической науки. Они достаточно активно публиковались, тем самым делая исторические исследования более популярными и актуальными, и востребованными среди просвещенной и грамотной части населения российского государства. И в конце концов, их взгляды, их концепция, она спровоцировала уже научные дискуссии между немецкими учеными и учеными российскими. То есть, таким образом, мы с вами можем говорить, что во многом следствием приглашения немецких ученых в Академию наук и российское государство стало организационное и научное оформление исторического знания и формирование исторической науки. К этому же периоду времени относится исследовательская деятельность, и в том числе подготовка и публикация трудов исторического содержания таких российских ученых, как Ломоносов, Татищев, Щербатов, Болтин и на рубеже 18-19 веков Карамзин. Именно эти исследователи считаются историками 18 века, внесшими наибольший вклад в изучение российского государства. Их труды, как правило, многотомные, которые охватывали период, начиная с древнейших времен, и в том числе включали в себя 17 век, содержали объемный достаточно фактический материал, построены были для 18 века в широком круге источников. Они сформировали определенную концепцию, выдвинули определенные заключения о событиях истории и киевского государства, и в том числе московского государства. И хронология исследований этих ученых включала себя в том числе и 17 век. О том, что они писали по истории, мы с вами тоже поговорим чуть позднее. То есть хочу подчеркнуть, что если, например, вы для эссе выбираете тюрьму, которые имеют отношение к истории до начала 18 века, включает в себя век 17, 16, 15, 14 и так далее, то вполне этими другими точками зрения, может быть, точка зрения Татищева, Ломоносова, Болтина, Щербатова, Карамзина и в том числе немецких ученых, в первую очередь Миллера, но также Байера и Шлюцера. Прошу это запомнить. О их произведениях и их основных оценках мы с вами чуть позднее поговорим. Следующий период в истории исторической науки это период первой половины 19 века. Это период становления или окончательного оформления исторической науки именно как научной дисциплины. Утвердился авторитет основных научных учреждений Академии наук Московского университета. Были открыты и другие университеты, в которых в том числе велись научные исследования. появились первые научные школы. И такой первой научной школой можно считать школу скептическую. Помимо этого были продолжены и стали более активными. И по количеству вовлеченных в дискуссии исследователей и общественных деятелей гораздо более широкие обсуждения научных проблем российской истории. К этому периоду первой половины 19 века относятся формирование и деятельность скептической школы. Главным представителем и организатором который был Коченовский. О нем мы с вами тоже позднее обязательно поговорим. К этому времени относятся и общественная и в том числе научная дискуссия между западниками и славянами и, соответственно, Чаадаевым, который спровоцировал эту дискуссию своими письмами. К этому времени относится разработка теории так называемой официальной народности. Это все имеет непосредственное отношение к исторической науке и к тем представлениям, которые в этот период на исторические события у ученых-историков сформировались. Это период первой половины 19 века. Следующий период – это вторая половина 19 века. Этот период в истории российской исторической науки очень часто называют «золотым веком» российской исторической науки. Думаю, уже сейчас можно обратить ваше внимание на то, что конкретных дат в истории российской исторической науки мы с вами не называем. Их нет. Есть века и определенные рубежи. Например, середина, как в 19 веке. Середина века. В данном случае, я думаю, вы понимаете, что это объясняется тем, что историческая наука весь этот период времени существовала как самостоятельная отрасль научного знания и, соответственно, культуры как части государственной жизни. Конечно, государство максимально поддерживало науку, потому что исторические исследования были в том числе частью государственных интересов и государственные политики для государства были важны. Но все-таки и исторические деятели, ученые, историки и наука сама по себе действовали относительно свободно и независимо от государственной политики и, соответственно, от государственных решений. Поэтому не привязаны конкретным датам, конкретным событиям, может быть, конкретным законам, которые в этот период времени выходили. Поэтому мы с вами говорим до 18 века, 18 век, первая половина 19 века, и теперь возвращаемся к периоду четвертому по счету. Это вторая половина 19 века и, соответственно, золотой век в истории российской исторической науки. Этот период и, собственно, рассвет и успех, и в том числе международное признание российской исторической науки напрямую связано с деятельностью научной школы, которая получила название государственной или чуть позднее, уже ближе к концу 19 века и на рубеже 19-20 веков государственной юридической научной исторической школы. Собственно, деятельность государственной школы и историков, которые относили себя к государственной школе и является частью характеристики второй половины 19 века как абсолютно успешной для российской исторической науки. Блестящие имена, государственная поддержка, в том числе финансовая, достаточно активная издательская деятельность, востребованность среди широких слоев населения исторической литературы и в исторических исследованиях, авторитет российских историков как внутри российского государства, так и на международном уровне, разнообразие мест и центров, где занимались исторической наукой. И количественный рост числа историков, ученых, которые внесли более чем интересный и достойный вклад в развитие российской науки. Все это вместе характеризует золотой век в истории российской исторической науки, вторую половину 19 века. Если говорить о персонале, то здесь без всякого сомнения упоминаний заслуживает как минимум один человек, фамилию, которую я называю, думаю, вы ее знаете, может быть, даже уже что-то и читали. И, собственно, фамилии только этого человека уже более чем достаточно, чтобы согласиться с тем, что это абсолютно блестящий период в истории российской исторической науки. Это Сергей Михайлович Соловьев. Можно в целом ставить точку, ни один из исследователей, из оппонентов не сможет спорить, что это величайший ученый, историк, абсолютно блестящий исследователь, оставивший богатейшее наследство, востребованное и актуальное среди историков до настоящего времени. Он своей хронологии, своих трудов, о нем мы, естественно, позднее отдельно поговорим и скажем, чем именно и как конкретно он оценивал и занимался, изучая российскую историю. Но сейчас стоит упомянуть, что он изучал очень подробно, тщательно, давая свою оценку и свои заключения в российскую историю, начиная с древнейших времен и заканчивая второй половиной XVIII века. То есть, напомню, если вы выбираете тему Блиэссе, которая захватывает этот хронологический период, то без всякого сомнения, то и другой точкой зрения для вас может быть работой Сергея Михайловича Соловьева. Какие основные произведения, какие сюжеты и какие оценки он давал, мы с вами позднее обязательно обсудим. Еще одной фигурой, которой стоит упоминания, применительно к этому периоду времени, без всякого сомнения, является еще один блестящий историк Ключевский. Он был учеником Соловьева, хотя не все взгляды Соловьева он разделял, не все его выводы поддерживал и в том числе себя он в государственной школе не относил. Но два таких выдающихся историка, на приходящие жизнь которых и профессиональная деятельность приходится на один период, без всякого сомнения, свидетельствует об абсолютном успехе, развитии и высоком уровне и оценке, которую мы можем дать российской исторической науке второй половине XIX века. Следующий, пятый период, о котором мы с вами поговорим, это период, кронологически, наверное, самый небольшой из всех перечисленных мной ранее, избегая вперед тех периодов, которые будут после VI и VII, и о них мы с вами поговорим, этот период, рубеж XIX-XX веков. Здесь точных дат тоже нет, и определить его, как минимум, нижную хронологическую границу достаточно сложно. Ученые, историки, историографы склонны определять ее, как конец 80-х, начало 90-х годов XIX века, а вот с верхней границей все достаточно однозначно и понятно, и верхнюю границу этого периода определяет 1917 год. Я думаю, дополнительно много пояснять не надо, почему 1917 год. Я думаю, вы понимаете, что это связано с событиями 1917 года и с революцией, которая в 1917 году на территории российского государства произошла, которая привела к смене государственного строя, в конце концов, к установлению советской власти, период которой, имеется в виду, в советской власти произошла коренная перестройка, в том числе в исторической науке. Именно об исторической науке мы с вами сейчас говорим. То есть это рубеж XIX-XX веков. В истории исторической науки этот период называют периодом поиска новых подходов. Почему его выделяют в отдельный и самостоятельный? Это во многом связано, опять же, с личностью и профессиональной деятельностью Сергея Михайловича Соловьева, потому что после него и после того, как он ввел в научный оборот, и опубликовал полностью свое 29-томное сочинение исторической науке, пришлось искать новые формы, новые темы и новые методы исторических исследований. И, собственно, вот этот период рубежа XIX-XX века эти процессы и происходили. Этот период характеризуется большим числом самых разных ученых, исследователей, которые отличаются разнообразием тематики, разнообразием концептуальных подходов к изучению российской истории, разнообразием тем, которыми они занимались, разнообразием хронологических рамок, которые их интересовали. И этот период характеризуется тем, что российской исторической наукой стали более чем активно интересоваться, в том числе, за рубежом, в первую очередь, европейских государствах. Если предыдущий период, золотой век российской истории, о российских историках, о их деятельности узнали в европейских странах и признали их профессионализм, признали то, чем они занимаются, то на рубеже 19-20 веков признали не только ученых, но признали в том числе и то, что российская историческая действительность и историческое прошлое российское, оно интересно, и оно заслуживает внимание не только российских историков, но и историков европейских в том числе. И российской историей, изучением российской истории стали заниматься и зарубежные исследователи, то есть поиск тем, то есть поиск методов и поиск подходов к изучению исторического прошлого стали темой интереса и темой и сутью исторической науки не только для российских ученых, но и в том числе для ученых европейских, которые заинтересовались в российской истории. На этот период времени с концептуальной точки зрения, то есть с точки зрения оценки исторических событий с разных подходов и с применением разных концепций можно назвать появление такого направления, как марксистское материалистическое оценка исторических событий. Появление этого направления и формирование исторических взглядов с точки зрения марксизма и материализма тоже происходит на рубеже 19-20 веков. Об этом мы с вами тоже чуть-чуть кратенько на уровне персоналей и их основных выводов и тем, которыми они занимались, поговорим. Напомню, что это важно для обозначения других точек зрения. Еще стоит упомянуть, что для этого периода центрами основополагающими, в которых действовали наиболее интересные историки и исследователи, были так называемая Московская школа и так называемая Санкт-Петербургская школа. В Московской школе во многом оставались верны классики и школе исторических исследований у Сергея Михайловича Соловьева. Школа Санкт-Петербургская и ее представители во многом как раз и занимались поиском новых методологических подходов к изучению исторического прошлого. Это все характеристика периода, рубежа 19-20 веков. Много историков, много произведений, много новых тем, которые были введены в научный оборот в этот период времени. Следующий период, шестой, хронологически не сказать, что он очень большой, но он очень важный, очень разнообразный и очень противоречивый с точки зрения оценки событий, которые в исторической науке в это время происходили. Речь идет о советском периоде в истории российской исторической науки. Хронологические рамки этого периода, я думаю, тоже для вас очевидны, и вы сами их можете мне назвать, но поскольку напрямую пообщаться мы с вами не можем, то придется и мне это сделать. Это 1917 год и 1991. Но вспоминая, что для исторической науки точных дат, для периодизации исторической науки точных дат, точных век, с которых начинаются совсем новые подходы к изучению исторического прошлого, все-таки не существует, мы с вами будем чуть осторожнее в оценке этого периода. Год 1917 оставим, хотя в данном случае об этом мы тоже чуть позднее скажем. Нужно понимать, что основные события и изменения в исторической науке не происходят с октября 1917 года. И даже не в 1917 году начинаются и происходят. Это все история 1918, 1919, 1920 и последующих годов. То есть мы принимаем 1917 год, но при этом понимаем, что изменения принципиальные в организации исторической науки, в тех людях, которые стали заниматься историческими исследованиями, происходят позднее. Не в 1917, а в следующих годах, в 1918, 1919, 1920, 1921 и так далее, включая весь советский период. И заканчивать советский период развалом Советского Союза мы с вами тоже не можем для исторической науки, исключительно для нее. Потому что такая в традициях советского времени и советской историографии, историческая наука существовала еще какое-то время. Не только до 1991 года, но и, наверное, до середины 90-х годов. И только потом она стала меняться достаточно сильно, заметно по взглядам, по методам, по подходам, по темам, которые историки изучали. Есть такое мнение, что и до настоящего времени исторической науки еще не удалось изжить все советское, все марксистское, все материалистическое, то, что ей было характерно, вот этот советский период времени. Не будем за это критиковать историков и историческую науку. Она хороша тем, что в ней есть свобода научного выбора, что историк вправе сам решить, какой концепции, каких взглядов, каких подходов он придерживается. И в данном случае важно, чтобы вне зависимости от своих взглядов он оставался историком профессиональным. Именно это определяет качество исторических исследований. Поэтому, возвращаясь к периодизации, мы с вами так же, как и в предыдущие периоды, точных дат обозначать не будем. Ну, за исключением 17-го года. Помни о том, о чем я вам сказала. То есть 17-й год и определим первая половина 90-й. Это шестой период в истории российской исторической науки. И заключительный, пока заключительный, не завершающий, но на сегодняшний день заключительный период, поскольку историографы пока затрудняются обозначить какие-то хронологические рамки для этого периода, особенно его верхнюю границу, потому что, собственно, в этом периоде мы существуем, как историки и исследователи, до настоящего времени. Речь идет о так называемой постсоветской исторической науке, или, может быть, даже правильнее будет назвать, российской исторической науке. То есть этот период, который начался в 90-е годы и продолжается до настоящего времени и включает пока себя верхнюю границу 2021 год. Это российская историческая наука или постсоветская историческая наука. У этого периода много особенностей. Еще больше персоналей, еще больше исследований самых разных и просто популярных, и научно популярных, и научных в том числе. И оценки отдельных событий, одних и тех же событий, могут принципиально отличаться в работах разных исследователей. Очень широкий, разнообразный круг источников. Еще больше объем информации, который современная действительность дает историкам и дает возможность подумать, осмыслить и проанализировать. Доступны самые разные методы ведения научных исследований. В настоящее время среди классических методов научных исследований, в том числе используются и междисциплинарные методы, когда историческая наука не только с другими областями гуманитарного знания объединяется, но в том числе и с, естественно, научными дисциплинами и включают методы математики, статистики и химии даже для проведения исторических исследований. Это период, когда мы не можем назвать центры исторической науки. Их много. Они по всей территории Российской Федерации привязаны к вузам, привязаны к музеям, привязаны к архивам, к общественным организациям, привязаны к конкретным людям и лицам, которые исторической наукой занимаются. Просто огромный, неподдающийся по счету объем литературы, который выпускается на историческую тему, самые разные по качеству, которую простому читателю оценить и отсортировать. Иногда очень сложно, поэтому огромное количество непроверенных данных вводится в научный оборот. Но при всем при этом мы должны заметить, что этот период, вот этот современный нам, который мы называем российским, один из периодов, когда интерес к исторической науке достиг какой-то максимальной оценки по сравнению с предыдущими периодами. Так истории, широкие непрофессиональные слои населения еще не интересовались. Не золотой век, второй и половина XIX века, не в самом начале, когда историческая наука только складывалась, в веке XVIII, не даже в период советской историографии. Такого всеобщего интереса к историческому знанию не было. Поэтому для вас вот этот период, наверное, является самым сложным. И выбрать из него персоналии, работы и, соответственно, другие оценки, которые могут вам пригодиться при написании исторического эссе, сложнее всего. Но очень хочется надеяться, что именно из этого периода в истории исторической науки вы читаете литературу, вы интересуетесь историей и формируется в том числе ваша личная авторская позиция и ваш взгляд на российскую историю, на историческое прошлое, на ее исторических деятелей и в том числе на ту жизнь, которую прожило население на территории российского государства. Я надеюсь, что знания о периодизации в исторической науке вам помогут, помогут в том числе для того, чтобы, во-первых, знать и представлять, что эти другие точки зрения могут распространяться на разные периоды в истории исторической науки, включая в том числе период, когда российская наука даже еще не сложилась, то есть до конца 17 века, когда она только формировалась, включая 18 век, тогда, когда она пережила свой успех, это вторая половина 19-го, когда ей было очень непросто в советский период, но она все равно развивалась, были абсолютно выдающиеся, интересные ученые и период современной, то есть нынешнее состояние российской исторической науки. Теперь вы знаете, где искать эти другие точки зрения. Ну а из дальнейшего разговора мы с вами еще определимся с отдельными персоналиями, историками, исследователями, с отдельными концепциями и временем их появления в исторической науке и с отдельными работами, в которых историки раскрывали, изучали и анализировали отдельные события, периоды российской истории. На этом вот этот небольшой, вступительную по большому счету часть к истории исторической науки мы с вами завершаем. Следующее занятие по историографии, именно так мы его назовем, будет посвящено уже конкретным концепциям, персоналиям, работам и взглядам историков на отдельные события российской истории. Благодарю за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...